Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видео урок. Желаем вам успехов! Добрый день! Мы начинаем с вами урок физики в 8 классе. Вас приветствует Буритова Валентина Михайловна. Мы продолжаем с вами изучать тему магнитное поле. Сегодня познакомимся с одной из характеристик магнитного поля. Это магнитные линии. И сегодняшний урок я хочу начать с небольшого стимотворения. Гости к нам вчера пришел апрель. И пекает солнце все сильнее. Зажурчали быстрые ручьи. Дни теплее стали и длиннее. Прилетели важные грачи. Мне однажды сказали, что птицы высоко взлетают, не видя, куда им лететь. Но судя по огромному расстоянию, на которое решаются эти отважные путешественники, это просто нереально. Одна из основных гипотез утверждает, что именно по магнитному полю Земли перелетные птицы находят правильный путь. Все мы знаем, что вокруг Земли существует магнитное поле. И при помощи компаса можно всегда определить направление движения. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с этим удивительным явлением поближе. Магнитное поле тока. Магнитные линии. Для ответа на подобные вопросы оказалась очень удобная идея поля. Ее начал разрабатывать английский ученый Майкл Фарадейт. А продолжил поддающийся соотечественник Джеймс Максвелл. Благодаря его усилиям была создана встроенная система представлений, в рамках которых нашло объяснение большинство электрических и магнитных явлений. Поле невидимо, неслышимо, неосязаемо. Но его можно обнаружить с помощью вносимых в него приборов. И простейшим из них является магнитная стрелка, с помощью которой можно изучать свойства магнитного поля. Стрелка всегда ориентируется в магнитном поле, так как поле действует на нее с определенной силой. Направление северного полюса магнитной стрелки совпадает с направлением силы, с которой на нее действует магнитное поле. Прежде чем мы дальше начнем с вами изучать данную тему, давайте вспомним основные понятия, с которыми мы познакомились на прошедшем уроке. Первое. Магнитное поле порождается движущимися заряженными частицами, по-другому можно сказать, что электрическим током или постоянными магнитами. У постоянного магнита есть два полюса – северный и южный. Магниты могут взаимодействовать двумя способами. Они либо притягиваются, либо отталкиваются. Рассмотрим с вами сегодня свойства магнитных линий и вспомним с вами основные опыты, которые проводились в XIX веке учеными, которые занимались именно изучением этой темы. Ну и далее мы с вами просмотрим ролик по данной теме. Тема нашего урока – магнитное поле прямого тока, магнитные линии. На прошлом уроке мы познакомились с магнитным полем. Напомним, что магнитное поле возникает не только вокруг магнита, но и вокруг проводника с током, то есть вокруг движущихся зарядов. Мы упомянули о том, что магнитные линии круговые, то есть магнитное поле как бы окутывает проводник. По мере удаления от проводника магнитное поле ослабевает, подобно тому, как электрическое поле ослабевает по мере удаления от заряда. Так же, как и с направлением электрического тока, за направление магнитных линий условно взято направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки. Заметим, что если ток в проводнике будет идти в обратном направлении, то магнитные линии тоже поменяют свое направление на противоположное. Значит, направление магнитных линий связано с направлением тока в проводнике. На самом деле полюса магнита названы северным и южным, как вы уже наверное догадались, из-за магнитного поля Земли. Все мы слышали о компасе, да и наверное многие его видели. В связи с тем, что у Земли есть магнитное поле, с помощью стрелки компаса мы можем ориентироваться на местности. Более подробно мы рассмотрим магнитное поле Земли в одном из следующих уроков. Так вот, стрелка компаса указывает нам направление на север. Но вы ведь понимаете, что мы точно так же можем определить направление на юг с помощью компаса. Поэтому направление выбрали чисто условно. Но поскольку магнитные линии замкнуты, то внутри магнита и вне магнита они направлены по-разному. За направление магнитных линий условно принято направление от южного полюса к северному внутри магнита, и от северного полюса к южному вне магнита. Итак, как же работает компас? Дело в том, что Земля является огромным магнитом, у которого, как и у любого другого магнита, есть полюса. Как мы помним из предыдущего урока, полюса больше всего воздействуют на другие тела. Поэтому намагниченная стрелка компаса тянется к магнитным полюсам Земли. Итак, мы разобрались с направлением магнитных линий. Теперь надо условиться, как их обозначать. Существуют общепринятые обозначения. Круг с точкой внутри значит направление к нам, то есть из чертежа. Круг с крестиком внутри направление от нас, то есть внутрь чертежа. Также нам может быть показано и направление тока. Тогда окружности вокруг этого проводника с током будут соответствовать магнитным линиям. Опять же, при противоположном направлении тока, магнитные линии будут направлены в противоположные стороны. Чем сильнее магнитное поле, тем гуще будут магнитные линии. И еще одна важная деталь о магнитных линиях и о магнитном поле в целом. Поля бывают однородные и неоднородные. Если в любой точке магнитного поля действие на магнитную стрелку одинаковое, по силе и направлению, то такое поле называется однородным. А другие поля неоднородные. Это можно объяснить и так. Вот вы видите параллельные магнитные линии, расположенные с одинаковой густотой. Это пример однородного поля. А вот это пример неоднородного поля. Здесь линии направлены по-разному, да и не с одинаковой густотой. Если мы рассмотрим полосовой магнит, то увидим, что поле, проходящее внутри магнита, практически однородно. Хотя вне магнита мы не можем назвать поле однородным, поскольку направление магнитных линий постоянно меняется. В ближайшее время мы почти всегда будем рассматривать однородные поля, поскольку это значительно упрощает расчеты. А с неоднородными полями мы познакомимся подробно еще не скоро. Итак, давайте подведем итоги сегодняшнего урока. Мы с вами узнали, что магнитные линии направлены от южного полюса к северному внутри магнита и от северного к южному вне магнита. Также мы узнали, что направление магнитных линий вокруг проводника зависит от направления тока в этом проводнике. И, наконец, мы познакомились с понятием однородного поля. Это поле, линии которого сонаправлены и расположены с одинаковой густотой. Итак, мы с вами проговорили, изучили такое понятие, как магнитные линии. Давайте еще раз вспомним, что же из себя представляют магнитные линии. Магнитные линии – это линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются оси маленьких магнитных стрелок. Направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки в каждой точке поля, принято за направление магнитной линии магнитного поля. Магнитные линии магнитного поля тока представляют собой замкнутые и кривые, которые охватывают проводник. Обратите внимание на следующие два рисунка. Перед вами показаны магнитные линии прямого проводника с током. Но в первом случае ток протекает от наблюдателя, во втором случае ток протекает к наблюдателю. В чем разница? Разница, как располагаются магнитные стрелки. Они совершенно противоположным образом располагаются относительно друг друга на этих двух рисунках. Если говорить о магнитных линиях в карточке с током, то в данном случае магнитные линии также являются замкнутыми и кривыми линиями. Вне поля магнитные линии направлены от северного полюса к юзду. Ну и в конце сегодняшнего урока я хочу провести сравнительный анализ свойств магнитного и электрического поля. У этих двух полей есть как общие свойства, так и различные. Рассмотрим сначала более подробно общие свойства этих полей. И то поле, и магнитное поле, и электрическое поле представляют собой особый вид материи, отличающийся от вещества. Его нельзя воспринимать ни с помощью органов чувств. При удалении от источников поля ослабевает. Очень хорошо это можно рассмотреть на взаимодействии постоянных магнитов. Поле обладает энергией и электрической, и магнитной, так как они, эти поля, способны перемещать в электрические заряды или поворачивать в магнитную стрелку. Данные поля распространяются в вакууме со скоростью света. И последнее. Эти поля могут распространяться в различных веществах. Тем не менее, у этих полей ряд существовательных различий. Электрическое поле создается неподвижными зарядами, или положительными, или отрицательными. Магнитное поле создается именно движущимися заряженными частицами, или магнитными. Электрическое поле обнаруживается под действием на заряд. Магнитное поле обнаруживается под действием на движущейся электрической... Магнитное поле обнаружилось с моники. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»